Они больше хотели победить, хотя по единоборствам, я думаю, мы не проиграли эту игру, но не знаю, чего-то не хватило, последнее время просто череда неудач у нас, только, наверное, победа и домашняя истерика, мы можем реабилитироваться больше никак. Я бы не сказал, что Тосна хотела больше выиграть, мы уже давно не выигрывали, для нас очень важно было победить, но я думаю, что Тосна заслуженно победил, потому что мы играли не так агрессивно, разговора нет, там были единоборства, я думаю, мы в них не проиграли, но игра не только в единоборствах состоит, нужно играть на атаку больше и создавать больше моментов, чтобы выигрывать, заслуженно. Ну, опять пропустили из-за каких-то невынужденных ошибок, просто не могу сказать, что эти моменты команда соперников создала, с чем-то, какими-то своими хорошими действиями, опять где-то недоработали, очень эпизоды вот эти опять дают себе знать. Соперники сражались хорошо, но впереди опять не получилось, если будем стараться играть на ноль, впереди один забить, но пока не получается сыграть на ноль, не знаю, моменты свои опять не реализовали. По такой игре надо побольше бить, чтобы, опять-таки, было больше моментов в игре, и от этого будет уже исходить и голы. А мы очень мало создаем в атаке, надо более агрессивно играть в нападении. Работы меньше есть, чем во второй лиге, во второй лиге работы больше всегда было, так что здесь приходится себя больше в тонусе держать. Ну, может, соперники просто такие больше садились на свою половину, если выйти против топ-клубов, будет, может, по-другому. Все-таки и том, мы владели преимуществом сегодня, не могу сказать, что нас давили, нет, команда во втором, и в конце первого тайма они прям подсели на свою половину. Считаю, моментов больше было у нас сегодня, просто не можем реализовать, надо забивать уже, начинать. Сегодня была команда сильнее Тоса, сильнее в плане, не в плане борьбы, в плане удачи, может быть, и могли сравнять, пропустили второй гол. Но спиной, опять же, повторяю, спиной мы к болельщикам не поворачиваемся, никогда не повернемся. Лично за себя я всегда бьюсь на футбольном поле, и за команду в целом никто здесь спустя руки, рукава играть не будет. К Тереку, в принципе, мы уже и эту игру не имели права проигрывать, а сейчас уже будем играть дома. При опять своих болельщиках, мне уже, наверное, стыдно уже в город выходить, потому что мы, во-первых, не показываем ни хорошую, ни игру, ни красивую, да еще и проигрываем. Поэтому, я думаю, каждый сам уже задумается, и каждый понимает, что дома надо обязательно выигрывать Тереку. Биться друг за друга, за себя, за болельщиков, за город. Типа, назад пути уже нету, теперь только идти вперед, готовиться к домашнему матчу, будем готовы на 100%. Как угодно, не знаю, назвать, будем биться, будем кусаться, не знаю, какую футбол бы им играть, но мы обязаны просто выиграть, неважно. Красивую игру с ней, с любой игрой просто должны выиграть и реабилитировать перед болельщиками. Просто даже мне домой, мне даже стыдно отцу звонить, не то, чтобы я понимаю это все, и мы тоже живые люди, как бы мы тоже понимаем, что люди приезжают сюда далеко, за нас болеют. Не знаю, что сказать, повторюсь, команда спустя рукава играть не будет, и будет еще злее, и мы добавим, и обещают в плане от себя, будем играть от ножа, что говорится.